Все больше молодежи вновь мечтают стать врачами. В эту приемную кампанию конкурс в Медвузы был выше, чем годом ранее. В среднем 13 человек на место. А средний балл для прохождения вырос на два пункта. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Количество мест в этом году, на которые были приняты студенты, увеличилось дополнительно 1700 мест бюджетных, было выделено. Поэтому мы видим, что заинтересованность в поступлении на медицинскую специальность есть. Развитие системы образования медиков обсуждали сегодня на Совете ректоров Медвузов России. Оно прошло в АГМУ в рамках празднования 70-летия Алтайского вуза. В Медуниверситете также совершенствуют систему подготовки и большое внимание уделяют науке, ведь меняется и сам подход. В открытом в этом году научно-исследовательском центре здоровья и сбережения изучают технологии принятия врачебных и управленческих решений, например, при болезни системы кровообращения. Научный подход основан на цифровых технологиях. Это технологии Big Data, это нейросети, это искусственный интеллект, который обрабатывает огромные объемы данных у пациенток, накопленные в региональной медицинской информационной системе, на основе разработанных у нас в университете аналитических технологий. И это позволяет нам прогнозировать развитие болезни у каждого отдельного пациента или в целом среди населения Алтайского края, и поэтому мы знаем, к чему готовиться. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что система образования медиков в разных вузах движется к стандартизации и повышению уровня практикоориентированности. В частности, министр считает, что современный студент-медик должен изучать клинические рекомендации, вопрос цифровизации, понимать, как работает телемедицина и маршрутизация пациентов, а вуз должен заниматься не только будущими медиками. Обсуждались вопросы именно поддержки и в рамках национальных проектов, поскольку ряд национальных проектов будет требовать дополнительной подготовки персонала, это касается и экстренной помощи, и это касаться будет в том числе направления по сахарному, диабету, онкологии. Медицинские вузы не должны остаться в стороне, и переподготовка будет, конечно же, осуществляться с их участием. По словам министра, всего в образовательном учреждении медицинского профиля в России в этом году зачислили более 35 тысяч человек. Чтобы успешно включать выпускников в систему медицины, Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость социальной адаптации врачей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком.